Слава Богу, слава Богу! Здравствуйте! Меня зовут пастор Генри Мадава. Пастор, мой титул в служении, Генри, мое имя, Мадава фамилия. Так подробно еще не рассказал о себе. Спасибо, что вы сегодня смотрите нас. Мы очень рады. Пусть Бог благословит вас. Вы знаете, что Бог, Он всегда любит, чтобы мы были крепкими, чтобы не всегда решать вопросы, когда уже на нас напали, болезнь не напала, духовная проблема преодолевает. Он любит, чтобы мы были крепкими заранее. Поэтому сегодня у меня очень интересная проповедь о том, как повысить свою духовную иммунную систему. Заранее для того, чтобы преодолевать каждый раз при встрече с врагом. Это важно. Предлагаю слушать, притом внимательно. Давайте послушаем. Сегодня я хочу говорить о том, как повышать свою духовную иммунную систему. Иммунная система помогает человеку бороться против всяких вирусов, бактерий, болезней и тому подобное. Если бы не было иммунной системы, то многие люди, большинство из нас в живых, давно бы нас уже не было. Поэтому иммунная система борется за тебя, даже когда ты это не осознаешь. Оно все время в борьбе. Слава Богу, это Он поместил иммунную систему в нас. Есть также и духовная иммунная система. Притом, физическая иммунная система полезна, но духовная более полезна, потому что она влияет на духовные вопросы, на душевные вопросы и на физические вопросы. Например, здоровье, финансы, отношения в семье. Духовная иммунитет влияет на все. Поэтому повышать духовную иммунную систему твою важно. Оно защищает тебя на всех фронтах. На духовных, на душевных, на физических, на экономических, на всех уровнях. Поэтому, когда мы пренебрегаем нашей духовной иммунной системой, мы пренебрегаем собственной жизнью. Бог, личность, Он приготовил некоторые вещи тебе. И Он говорит, вот это сделай, и вот это делай, и вот это делай. Ты личность, у тебя есть воля, ты можешь выбирать, не выбирать. И поэтому Богу не является там воздух, который дует на нас, хотим, не хотим. Мы, личности, Богом созданы. И Он нам дал право выбирать, делать, не делать, решать. Важно понимать, твоя жизнь во многом от тебя зависит. В жизни у нас появляется много вызовов, трудностей и проблемы. Они приходят. Вопрос не в том, будут ли, да. Вопрос в том, когда будут. Проблемы неизбежны, трудности неизбежны, вызовы неизбежны. Родился ребенок. Какой хороший, наступит день, когда будешь плакать от этого ребенка. Но это не значит, что нужно уйти от ребенка. Это просто означает, мне нужен духовный иммунитет. Встречать вызовы, проблемы и трудности достойно. В жизни бывают искушения. Давление. Притом эти давления и искушения бывают что внутри, а что извне. Вот один человек мне сказал, пастор Геннер, вы все время учились, что надо не поддаваться искушению, когда к тебе приходят, убегай. А если искушение начинается изнутри меня, куда мне убежать? Я даже так не подумал, потому что действительно многие мысли, импулсы, всякие искушения не всегда снаружи идут. Иногда оно внутри, исходя из какого-то воображения, мышления. Конечно, иногда родился телевизор или от обстоятельства дома, или на работе и тому подобное. Но в любом случае, духовный иммунитет нужен, чтобы победить искушения, давления, которые внутренние и внешние. Когда иммунная система Божья работает, многие из этих проблем, которые мы назвали, они будут побеждены осознанно или неосознанно. Иногда мы специально не будем сражаться, просто как будто не думая ни о чем, оно само решается как-то. Это потому, что ты подготовил свою иммунную систему четко. Почему важно свою духовную иммунитет хранить? Вот. Давайте посмотрим на это Божий иммунитет, духовный иммунитет, который Бог нам дал. Познание истины. Библия говорит, книга Осия, 4 глава, 6 стих. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Удивительно. Бог говорит, народ мой будет истреблен за недостаток ведения, за недостаток знания, понимания. Заметите, Божий народ. Бог при том говорит, народ мой. Я раньше думал, если я Божий, то неважно, что-то я знаю, не знаю, молюсь, не молюсь, люблю, не люблю Бога, живу по Его Слову, не живу, какая разница? Главное, я Его. И на автомате я должен быть защищен. А Бог говорит, народ мой будет истреблен. Хотя это народ Божий. Что такое познание истины? Давайте посмотрим, что такое незнание истины. Незнание истины – это отсутствие принятого, интегрированного Слова Божьего в жизни. А это делает тебя слабым внутри. Твой иммунитет становится слабым. Познание истины – просто знать, что Библия говорит. Это не укрепит твою иммунную систему. Цитировать местописание – это недостаточно. А вот читать, слышать проповедь и принять. Имеется в виду, согласился на уровень души, принял как свой образ жизни. Я так хочу, принимаю решение, так буду жить. И интегрировать, включить в свою практическую жизнь. Это называется – ты познал истину. Познание истины – это принятие и интегрировать истину, Слово Божие, в свою жизнь. И тогда у меня будет крепкая иммунная система. А если нет принятия, я слышу, но услышал, что говорится, но я не принял. Но я не включил свою жизнь в свои разговоры, то у меня будет слабая духовная иммунитет. Послание к римлянам, 8 глава, 1 и 2 стих. Итак, нету ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Когда закон духа жизни вошел в твою жизнь, он начал разрушать действия закона греха и смерти, который до этого в тебе работал. За этими двумя законами стоят духи. Закон духа жизни – за ним стоит дух святой. Закон греха и смерти – за ним стоит дьяволский дух. И как только ты принял Иисуса, то закон духа жизни начал работать, уничтожать действия закона греха и смерти. Это поэтому иногда, вот ты покаялся, принял Иисуса, слушал проповедь, помолился, и ты начинаешь вернуться к определенной компании, с которой ты дружил раньше, и делаешь то же самое, что ты с ними делал. Но вдруг оно уже не то вызывает в тебе, что оно раньше вызывало. Какое-то противоречие начнет появляться в тебе, какое-то несогласованность, какое-то раздвоение, какое-то не так, как раньше. Причина – закон духа жизни в тебе начал работать. Для того, чтобы наслаждаться тем же греховным, это надо, чтобы ты свою совесть настолько нарушил, что он становится сожженной, она становится. Тогда можно не реагировать. И то будет реакция все равно. Потом сейчас закон духа жизни работает в тебе. Закон смерти – греха и смерти. Вот закон смерти выражается, греха, мы поняли часть. А как понять, что в этом законе греха и смерти, смерть в тебе еще работает? Вот, закон смерти – слабость физическая, слабость в теле, болезни в теле. Первое – это болезни. Человек постоянно болеет. Физическая болезнь. Это признак действия закона смерти. Болезнь – это незаконченная смерть. Болезнь – это дорога к смерти. Поэтому закон смерти – первый признак – это болезнь в тебе работает. Второе – это физическая слабость. Постоянная физическая слабость. И третье – это ранняя смерть. Главная цель дух смерти – это, чтобы ты умер раньше времени. Но если не умер физически, то это любое разрушение, которое нейтрализует тебя. Разрушение семьи, разрушение служения, разрушение чего угодно. С одной целью – нейтрализовать тебя в жизни, чтобы ты перестал быть угрозой для дьявола. Все. Важно, чтобы мы понимали, что во Христе Иисусе действие закон духа жизни освобождает меня. Вообще-то, познание истины – это повышает всегда иммунитет. Когда я знаю, например, что я Божие дитё. Когда я знаю, кто я, я защищён. Когда я не уверен, кто я, то внутри меня возникает такая пустота, которая требует восполнения чем-то. Когда я доволен внутри, это иммунитет защищает. Когда я недоволен внутри, есть пустота, и я ищу чем-нибудь заполнен. Когда человек знает, кто он, и согласно Слову Божьего, и согласно жизни, и он доволен внутри, в своих отношениях с Богом, и вообще в жизни. Такой человек защищён. А когда человек недоволен своим хождением с Богом, и недоволен ничем другим в жизни, у него иммунитет слабый. И его легко дьявол может поймать. Повышая свою иммунитет, увеличивая познание истины, знай, кто ты, для чего ты. Я Божье дитё. Я Богом призван. Бог меня помазал. Бог меня поставил. Я знаю, куда я иду, я откуда я. Я знаю, для чего я живу. Я знаю, что меня ждёт. Я могу не знать, что конкретно меня ждёт завтра, но я знаю, когда я встану завтра, куда я иду. Вот это защищает человека. К евреям, 10 глава, 38-39 стих. «Праведни верою жив будет». Имеётся в виду, убери веру, жить не сможет, провалится. «Праведни верою жив будет». «А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя». «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». То есть, Библия говорит, если мы поколеблемся, то идёт гибель, иммунитет падает, удар, и тебя нет. Но если никогда не колебаешься, то удары будут, но не способны развалить тебя, и ты останешься до конца, и душа будет спасена, жизнь прекрасная, исцеление в теле, благословение в жизни, обеспечение во всём. Аллилуйя! Потому что вера наша это сильный, я бы сказал таким образом, твоя вера или наша вера это твой щит. Библия называет его щит веры, которым можно угасать все расколонии стрелий лукавого. Притом, заметьте, Божия вера, в этом случае мы говорим, любые удары легко отражают. 2 Петра, 1 глава, 2 стих по 11. Не всё будем читать, но пройдёмся так. Благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия. Всё дано нам. Через, то есть, оно есть, но оно появляется в нашей жизни через познание призвавшего нас. Если я не познал Его, всё, что Он мне дал в жизни, я не увижу. Когда я увижу, когда я познаю того, кто меня призвал, вот, который спас меня. Дальше. Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему всё старание, покажите в вере ваши добродетели, в добродетели рассудительность. Заметите? Покажите. Это моя ответственность. Это я показываю. Это я делаю. В рассудительность воздержание. В воздержание терпение. В терпение благочестию. В благочестии братолюбие. В братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без плода, без успеха в познании Господа. Но у кого этого нет, в ком нету сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. То есть его иммунная система духовная на нуле. Посему, братья, более и более старайтесь это от меня. Это моя ответственность. Делать твердым ваши звания и избрания. Это твоя ответственность. Так поступая, никогда не притекнетесь. То есть иммунная система будет всегда крепкая. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Вот заметьте, мы повышаем иммунную систему духовную. Тут говорится об обетовании Божьем. Божьем обетовании. Смотрите, Божьем обетовании, которые нам открыты, не любые, а те, которые нам открыты. А как понять, что обетования мне открыты? Первое, когда обетования мне открыты, я их понимаю, они мне понятные, но не только понятные, потому что многие люди бывают понимают очень хорошо, но их приняли как образ жизни. Вот такое приносит Божья жизнь в нас. То есть обетования Божьи, которые мы приняли, мы поняли и не только поняли, но мы начали их применять в жизни. Мы меняем образ жизни, образ мышления, образ разговора из-за этих обетований. Вот такие обетования в нашей жизни приносят нам Божью жизнь. И замерите, эта Божья жизнь, когда входит в нас, она убивает и разрушает все действия дьявола, таким образом повышая наш духовный иммунитет. Обетование Божие укрепляет духовный иммунитет. Ими можно сражаться против чего угодно. Они способны нейтрализовать любых атаков дьявола, Божьи обетования. Слава Богу, предотвращение всегда лучше, чем лечение. Потому что, когда мы уже лечим, молимся, начинаем поститься, это хорошо, это Бог нам дал, как решать проблемы. Но самое лучшее для Бога, это чтобы мы были крепки заранее, иммунная система работала, и таким образом нам не приходится все время решать проблемы, или, как я говорю, тушить пожар. Лучше предотвратить, чтобы пожар не было. Но, хотя Бог любит, чтобы мы предотвратили пожар, однако же Он и помогает тем, у кого уже есть проблемы. Поэтому, например, человек заболел, Бог решает этот вопрос. Лучше, чтобы человек не болел вообще, но если вдруг заболел, мы имеем целитель в лице Господа Иисуса. Я хочу, чтобы вы со мной посмотрели хорошее свидетельство о том, как Бог творил чудо для людей, потому что Он живой Бог, Он исцеляет в наши дни. Как вас зовут? Какая была у вас проблема? Вы не могли ходить самостоятельно? Понятно. Отец, я благодарю тебя во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Не волнуйтесь. Пойдемте со мной. Этот человек был парализован. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. во имя Иисуса Христа. Хорошо. Пойдемте. Спасибо, Отец. Спасибо, Паре. Да, Он делает это во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Свободен и исцелен во имя Иисуса Христа. Божьей силой. Силой Господней. Давай, давай, продолжай. Давай, продолжай идти. Не бойся. Я рядом с тобой. Я возле тебя. Мужчина ходит. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, он не мог ходить. Поэтому он носил пакет, потому что не мог ходить в туалет. Но добрый пастор Иисус пришел дать жизнь. Давайте скажем Аллилуйя. Эта девушка родилась калекой, и она не могла ходить самостоятельно вообще. Она пришла со своими друзьями. Они ее принесли, и сегодня вечером она начала ходить. Как тебя зовут? Абая. Абая. Кто с тобой пришел? Все члены церкви. Они тебя принесли? Нет. Нет. Она пришла с болью, а сейчас боли нет. Ты не чувствуешь никакой боли? Хорошо. Я хочу пройтись с тобой. Просто пройдемся. А теперь, пожалуйста, вернись и иди обратно. У тебя больше нет боли в ногах? Нет. Благодарю тебя, Небесный Отец. Я всегда так радуюсь, когда я вижу чудеса. Это потому, что Бог знает, что мы человеки, что где-то как-то мы пропустим. Мы вышли на улицу, не одеть как надо, или образ жизни не очень здоровый, или питание, что-то еще. И в результате человек может болеть. Не всегда потому, что он виноват. Многие вещи бывают непредсказуемы откуда что, но Бог творит чудеса. Но самое главное чудо в жизни человека, это когда человек рождается свыше. Когда человек принимает Иисуса, получает прощение грехов своих. Я хочу помолиться с вами. Если Иисус еще не является вашим Господом, я хочу помолиться с вами. И если вы примете его, я хочу потом помолиться за вас, чтобы и вы получили свое чудо от Бога. Словно мы будем тушить все пожары в вашей жизни, но сначала нужно главный пожар. это то, что связано со спасением. Если вы хотите принять Иисуса, скажите со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи, дай мне новую жизнь, во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой искренне, Бог вас услышал и простил. Теперь момент тушить пожары. Возложи руку там, где болит в твоем теле. Господь, я благодарю Тебя. Во имя Иисуса я приказываю всякую болезнь и немощи уйти. Я провозглашаю исцеление от головы до ноги. Боже, последствия болезни коронавируса убираю, отменяю во имя Иисуса. И, Боже, благодарю Тебя за каждое чудо, за каждое исцеление во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Мы так рады, что вы были с нами сегодня. До следующей встречи. Благословения вам. Редактор субтитров